Здравствуйте, дорогая публика! Я беседую с Анастасией Эдуардовной Ножко. Давненько мы с ней не встречались. Здравствуйте, Анастасия Эдуардовна. Она опять изменила немножко свой лук. Лук это называется. Прикид. О чем вы хотите поговорить? Расскажите мне, пожалуйста. Сзади, кстати, у нее и картины ее работы. Да, спасибо большое. Внимание обратили. Здравствуйте, Лук. Я, кстати, к вопросу о Луке. Весна. И я открыла ящик, где картофель, там морковь и лук. И на меня, и там, где должен был быть лук репчатый, там вот такие вот выросли. Перья, да? Перья, да. Зеленые перья? Нет, они были желтые, потому что, очевидно, света им там не хватало. Мне стало его жалко, и я его поставила на окно, и чтобы он набирался зеленью, уж потом мы его съедим тогда. Зеленые перья. Пожалели. Да, пожалели. Пожалел волк, кого кобыла, оставил хвост и гриву. Да, понятно. Я такого не слышала. Да. Ну, у меня две новости. Одно, что ребенок нашел учебник, точнее, он взял у товарища, а я его отсканировала. Учебник по обществознанию за 21 год. Уникальное издание, ПДФ, которого нигде нет, теперь только у меня. ПДФ к открытому доступу я найти не смогла. А как мы с вами выяснили, каждый год учебники меняются настолько радикально, что там оглавления меняются. То есть не то, чтобы там... Только авторы остаются неизменными, да? Страничка съехала. Да, не так это там все делается. Сейчас очередной будет. Поэтому это все устаревшее. А мы с вами хотели про бедность и богатство. Ну вот если что... Да-да, вот как в наше время трактовать это? Да, я сейчас могу ознакомить вас. Но у меня есть еще одно начинание. Я завела сейчас Бусти. А вы знаете Бусти. Вы же пользуетесь? Знаем, знаем. Я с помощью его там извлекаю доход. Ну я... Да, там тоже пока еще не то, чтобы там извлекаю. Но я приглашаю, если кому интересно. В общем, я смотрю мировую прессу каждый день. Два раза в день, на самом деле, я это делаю. И утром, и вечером. И самые интересные статьи я перевожу быстренько при помощи нехитрых манипуляций. В общем, вы вроде владеете. Ну я-то владею. Ну это большие тексты. Что же я буду сидеть вручную, переводить? Когда ты одну кнопку нажала, там все тебе переговорилось. Зачем это надо? Вот, но я там иногда все-таки бывает какие-то огрешности, погрешности. Я их корректирую. Вот, и там тоже просто... Я только беру те темы, которые мне кажутся интересными. Вот самое, наверное, интересное, которыми мыслями я возвращаюсь. За прошлую неделю публикация была в Financial Times про крах нуклеарной семьи. Она так называлась. Крах нуклеарной семьи. Вот, и я хотела, ну, вам ее, как сказать, пересказать частями и показать. Если вам интересно, а вы как-то тоже можем... Ну, это просто интересно, поскольку это про будущее, да, такая попытка... Да-да-да-да, потому что это, в принципе, это фиксируется, текущий процесс. Мы ведь как раз живем во время этого самого краха нуклеарной семьи. Люди стали более разобщены. Некая такая атомарность общества. Раньше хоть из молекул состояли, сейчас из атома. Ну, там еще дальше, там как по китайской мудрости каждая сущность, дойдя до предела, обращается к собственной противоположностью, как мы знаем такую китайскую максиму, да. И она иногда работает. И вот как раз в статье, если сразу резюмировать, она подводит к тому, что там просто очень интересно поставлен первый вопрос о том, что то, что мы привыкли называть традиционной семьей, ну и вообще традиционными там ценностями, давайте про семью отдельно, это в действительности очень небольшой такой период времени, просто был расцвет этого подхода, этого существования такой семьи. И для... Статья говорит об Америке. В Америке этот отрезок определяется послевоенным периодом, там с 50-го по 65-й год. То есть буквально чуть больше десятилетия. Действительно, вот этот образ, когда папа, белый папа ходит на работу, мама сидит дома воспитывает детей, а он обеспечивает своей зарплатой все это. А разве до войны не так же было? Ну там начали с того, в этой статье начинается... Я могу расшарить, если хотите, экран, могу показать там картинку, текст, если хотите, не обязательно динамики добавить к видео. Ну, в общем, я ссылку дам, кто хочет, может почитать. Там графики, на самом деле, там очень интересно, там много цифр приведено. Нет, там говорится о том, вводные слова о том, что до как бы еще начала 20-го века, это все еще наследие 19-го века частично, и семья корпорации, которая занимается своим бизнесом, ну там про Америку, мы как бы на себя тоже примерить можем, семья компания, семья маленькая корпорация, которая занимается либо возделыванием земли, либо она производит что-то, либо она торгует. Эта концепция, она все еще в 20-м веке работала, но с приходом, ну понятно, ну все как у нас, да, с приходом индустриализации, вот этим вот отрывом с изменением экономики, но там они еще немножко в сторону капитализма делают, у них там своя... У нас-то тоже до 17-го года был капитализм, куда же тут денешься? Ну да, да. И потихонечку это вот распадалась крестьянская семья, потому что муж теперь работал, жена дома была с детьми, вот это так и не было. Да, да, но это не было... Иногда, если денег не хватало, я не помню, чтобы оба работали, как-то было нетипично. Ну, наверное, были такие случаи. Ну, потом, ну, потом-то это и пришло, пришла эта ситуация. Ну, там интересно очень, как, вот, может быть, вам было бы интересно именно ознакомиться с этой статьей, как человеку, который, как никто глубоко, наверное, из нас всех, глубоко и далеко не... Польстили и сами засмеялись. Так не льстят, не льстят. Нет, ну, я искренне, я не льщу. Я думаю, что вы действительно лучше многих, как сказать, историю марксизма, например, и идей, да, действительно с интересом смотрели на это, а не просто потому, что надо было проходить. Это же на самом деле интересно. То есть наш подход, он толковал одно, а вот что пишут, а там же в Америке-то же люди жили, этого как бы не зная, да, и у них свое есть восприятие марксистских идей и отношения к капитализму, которые очень многие ругают, там тоже, там, у них за бугром не нравится, и критикуют, и там они в кабале, в тюрьме, в ловушке, там много очень определений, не любят систему, систему отношений, вот эту вот капиталистическую люди там. Но вообще с марксистской точки зрения, она по-прежнему остается самой совершенной, потому что та система хороша, которая создает более высокую производительность труда. Социализм с его свободой... Они к этому подводят. Не обеспечен. Там эта статья, автор статьи, он говорит о том, что после военное время, взлет экономики, вот формула, при которой папа где-то работает, там, в корпорации, на предприятии, на большом, у него зарплата настолько велика, что он может содержать еще жену, дом и двоих детей, ну, тире троих, и еще собаку, какую-нибудь воспитанную собаку. Она чем... И тут они переходят уже на макроуровень и говорят, это очень выгодно для капиталистической системы, потому что нуклеарная семья, вот в таком виде, она потребляет очень много, потому что у тебя нет... Ну, тут такой спорный у них там есть момент, они говорят, потому что в корпоративной семье ты всегда можешь что-то позаимствовать у этого товарища, своего родственника, с которым ты в этой корпоративной семье, то есть там общая шер иконами в большей степени, то есть там вроде как люди потребляют меньше, но вот это для меня... Ну, это натуральное производство, элемент натурального производства. Ну, не знаю, а если семья занимается торговлей, ну, не знаю. Ну, семья занимается торговлей, это другое, да. А если семья... А если семья занимается... Пожалуйста, в торговле остатки остаются. Ведь могут сами съесть. Ну, да, может быть, если это... В общем, мол... Ну, ты понимаешь, в колбасных обрезках это как раз про это. Шпилька... Да, может быть, шпилька была в сторону того, что, мол, и вот капиталистической системе уже было выгодно поддержание именно такого образа нуклеарной семьи, такого образа семьи вообще, как нуклеарной, и, мол, они потребляют больше, но попала в ловушку эта система, потому что нужно же, чтобы потребление росло постоянно, ну, и чтобы экономика росла, и весь этот прогресс, он обеспечивается как бы... В общем, за счет роста необходимости и так далее. Количество людей, потребляющих и производящих. Ну, так это же здорово по марксизму, производительность труда. Да, но там такая вот... Марксизм отнюдь не из-за высоких идеалов все это делал, а чтобы побольше создавать ценностей и их потреблять. А сейчас говорят, нет, мы все про хруст французской булки, да вот они, все идеалы наши были. Вы просто не читали марксизма. Не учились вы марксизму-ленинизму. Вот так вот могу сказать. Может быть, да. И дальше... Это так же может быть, точно совершенно. Мысль развивается. Я не знаю, все-таки графики, не знаю, нужно ли показывать. В общем, мысль идет в ту сторону, что в какой-то момент начинается инфляция, да, и зарплаты папы не хватать становится. Понимаете, такая ситуация. Папиной зарплаты уже становится маловато на красивую жизнь с холодильником, телевизором, с линзой, значит, с этой колбой и прочим. И тогда на работу идет мама, и учится мама тоже. А потом мама получает возможность иметь свои собственные деньги, а дети вырастают. и оказывается, что мама выполняет работу по дому. Ну, в общем, там всякие-то наслаиваются какие-то личностные, там накапливаются, как известно, у людей претензии друг к другу. За какие-то годы вскрываются какие-то неприятные привычки. В общем, начинают эти... Там тоже, кстати, оказалось, что женщины инициаторы развода в большем количестве случаев, чем мужчины. Вот, нам даже цифру какую-то привели. В общем, женщины, которые обрели финансовую независимость, они стали стремиться к независимости, не только, ну, вообще полной независимости. Вот. И дальше... Ну, и да. Ну, и дальше, значит, что получается, что браки стали разваливаться, а это уже как бы не соответствует идеям семьи такой, которая раз и навсегда, и все это... Вот. Как-то там до гробовой доски. Вот. Ну, в то время... То есть, вообще говоря, производительность труда, рост производительности труда вошел в диалектическое противоречие, он так марсистскими словами ничего. А в диалектическое противоречие с биологической сущностью семьи и общества. Ведь биологическая сущность общества это воспроизводство населения. Население не вечное, оно надо воспроизводиться. Для этого нужна более-менее какая-то устойчивая семья, в которой могут дети расти, воспитываться. Ну, вы понимаете, да? Вот. А тут это все уничтожается. То есть, в принципе говоря, постепенный рост вот этого самого производительности труда приводит просто к уничтожению общества. Ну, физиологическое уничтожение общества. Ему на смену должно прийти более архаичное общество, которым как раз эти семейные ценности сохраняются. Может быть, нет той глобальной, огромной производительности. Иногда люди, значит, ну, так сказать, не слишком сильно стараются потреблять, поэкономнее живут, да? Но зато они воспроизводятся. Обратите внимание, насколько больше рождаемость в странах бедных. Она ведь не только... Там она сейчас тоже сокращается, как известно. Да, сокращается она в связи с тем, что просто, ну, невозможно там... Раньше родил 14 детей, выжило 4. А сейчас-то ведь родил 5, все 5 выжили. Оказалось, тут недавно я узнала, что высокая рождаемость это еще не победа окончательная, потому что при высокой рождаемости в плохо, у слабо развитых странах, где плохо доступно здравоохранение, там и прочие проблемы, заболевания... Похожественное образование и так далее, и так далее. Да, это не... Ну, и там нет стабильного роста населения тоже. То есть там это просто... Да, но вы подождите, и все эти страны, они примирятся со своим положением, потому что более богатые страны потихонечку коллапсируют просто по численности. И те тоже будут коллапсировать. Короче, там в этой статье дальше говорится, значит, что... Ну, и... Ну, это уже другая там статья была недалеко по времени, буквально через день, про то, почему рождаемость не растет, несмотря на все финансовые стимулы, которые правительство... Ну, на все усилия, которые правительство прикладывают. Ну, речь там шла про Соединенные Штаты конкретно. Ну, тут в данном случае, я думаю, разницы большой тоже нет. У нас тоже прикладывают усилия. А такой явного какого-то громадного успеха пока никто не достиг. Вот. Но это другой вопрос. Там про крах нуклеарной семьи интересным оказалось, ну, мне любопытным. Дальше это как бы было описание существующего положения дел. Ну, и дальше, что в целом, если еще в 50-е годы или в 60-е, 70-е вот такая семья образцовая, к которой как бы все должны были стремиться там в 50-х годов, она еще была образцом, то нормализовалась постепенно, нормализовались альтернативные сценарии, когда человек живет и не женится, например, или там, ну, короче, альтернативные всякие варианты. Или, ну, матери-одиночки воспитывают детей без... Хорошо, если матери-одиночки, а то ведь посвящают себя карьере, образованию. Ну, да, но это такие, видите, это вопросы-то такие... Бывает, что и... Так вот в частной беседе бывает, что и не задашь этот вопрос, но вдруг человек не может там или что-то не сложилось. Неудобно, неприлично, не будешь интересоваться. Статистически такой вопрос задать можно. Ну, да, да, статистически, да. Ну, и, в общем, это уже как бы стало тоже распространяться. Они очень вовлечены вот в ту жизнь, в которой они живут, им не скучно. Да, да. Им не скучно, у них это... У них некогда, им просто некогда. Некогда, понимаете? Ну, да, некогда, или страшно, или... Но там другой еще фактор, вот из соседней статьи про «Почему рождаемость не растет, несмотря на все финансовые стимулы». Там вообще-то говорят, что на 14-м месте причина по некоторым опросам у американцев финансовая. На 14-м, то есть далеко не на первом. Хотя все повторяют рост стоимости. Как бы деньги... Дети стоят дорого. Дети стоят дорогие, да. Это значит не только, на самом деле, это значит не только, что они... Денег больше ты как бы в них можешь вкладывать. Понятно, что по-всякому можно ребенка там воспитать, себе полубесплатно, вообще его одевать там и так далее. Дело не конкретно в деньгах, хотя колледжи потом стоят денег, всякое образование. А дело в том, что ты время свое вкладываешь, и как бы дети стали выделены с некоторых пор, и это совпало как раз с появлением нуклеарной семьи, с идеей нуклеарной семьи в 20-м веке. Идеальной семьи, которую у нас тоже, кстати, мне кажется, называют традиционными ценностями, традиционной семьи. На самом деле там она не совсем... То есть она такой промежуток времени исторического, там это было все, послевоенный, может быть. Не, ну еще раньше ты была уж совсем традиционная семья, глава семьи мужчина, да, и тут не на что обижаться женщине уже, глава семьи мужчина, все. Да, ну это когда... Вот это место по традиционной семье, потому что вот мои зрители, когда какая-то тема возникает у меня, связанная, так сказать, с семьей, браком, и так далее, вот это вот. Потому что в семье теперь равноправие. На жену руку не подними. У меня главный из моих авторов, который вот за традиционную семью, это Савватеев, да, типа бить надо там, типа такого. Ну, он, конечно, так старается все это чуть-чуть нивелировать. Он все-таки член Корн, вы знаете, да, отец советского, советской науки о коррупции. Вот он возглавляет это направление коррупционной науки. Нет, наука об коррупции это не коррупционная наука. Я не знаю, как сказать. Ну, в общем, он самый главный, самый главный модельер коррупции. Математический модель. Ну, да. Интересное занятие. Там, наверное, много... Между прочим, вот, между прочим, наше общество без коррупции не сможет работать. Институты не будут работать без коррупции. Это раньше, когда в советское время говорилось, что, когда обычная система не работает, возникает пара, такая пара сверху еще системы, которая позволяет тебе существовать, потому что это было... Ну, так она и сейчас просто заинтересованность всегда связана с этим, да, ну, по-любому. В общем... У этого есть, конечно, негативные аспекты, но просто без них ничего бы этого не было. Вообще в жизни полно негативных аспектов. Человек смертен, например. Ну, как... Да, мы об этом все чаще думаем. Все больше будет. Ну, в общем, идея там такая, что понятие детства вообще и ребенка как какой-то отдельной такой сущности, в смысле отдельного такого возраста. Вот у меня ребенка сейчас исполнилось среднему сыну 14 лет, и я написала пост в социальных сетях, и мне приходят, значит, сообщения такие, ну, там, поздравляют, 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 и несколько человек мне написали, ну, что-то вроде желаем насладиться последними там деньками детства или прекрасное детство уходит. Ну, вот эти идеи, просто интересно, что они в поздравлении. Да, мы как бы уже привыкли, я не знаю, ну, и вы, наверное, тоже уже жили в ту эпоху, когда детство выделялось в отдельную какую-то такую категорию, что это какое-то счастливое время, вот, когда, ну, понятно, вот в новой жизни твоим, как бы сказать, конкурентным преимуществом может быть, по большому счету, только образование. Ну, и все, на самом деле. Больше ты, сколько бы ты там не трудился на огороде, там, или еще где-то, у тебя уже, ну, как сказать, ну, жизнь, она поменялась, тебе уже не надо, на самом деле, жизнь уже так построена, что ты даже спадешь в огород, ну, ты можешь, ну, и все, как бы, ты, ну, ты не можешь, то есть уже за тебя эти агрохолдинги, все они тебе сделают, и помидоры черья. Ну, огород к огородам, вот сейчас тоже есть искусственный интеллект, однако, вот, некоторые люди занимаются искусством, понимаете, и даже на этом деле, ну, как сказать-то, востребована их работа, да, и понятное дело всякое, то есть на самом деле не обязательно тут для этого какое-то специфическое образование прям можно и научиться ремеслу, когда вы будете востребованы, да, вот как там, мебельщик, это ремесло. Да, 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 конечно, но, тем не менее, в понятии стоимости ребенка, что он дорого стоит, я хотела, да, вот, уточнить, что не только денежная составляющая, но и вот та составляющая, которая выделила детство в отдельную, такую, что вот ребенка надо развивать, его надо в городе, ну, как мы, все знают, как живут, в общем, дети, там его надо повсюду водить, его надо кормить, его надо там, в общем, ну, не то, чтобы сильно там развлекать, но уже понятно, что сейчас еще новые вызовы, да, там с гаджетами, это отдельная тоже тема, которые, вы знаете, что у производителей игрушек сейчас падают продажи, еще когда моя старшая дочь рождалась, это был бум, то есть это вот эти игрушечные магазины, там эти игрушки, они многообразие было, и они были интересны, понятно, что детям сейчас, конечно, какие-то, ну, совсем малышковскому возрасту еще интересно какие-то игрушки, там, пирамидку построить, а вот дальше уже все, там, телефон и планшет, они намного интереснее, вот, но это тоже как бы отдельная проблема, и большой стресс, на самом деле, испутывают родители, я вам как родители могу сказать, потому что ты дезориентирован, ты не знаешь, что делать, потому что вот ребенку там, ну, там, в каком-то определенном возрасте его больше привлекают, там, не знаю, у него весь интернет перед ним, да, казалось бы, вот и знания можно получать в этом интернете, и навыки, там, много-много-много всего, а он сидит, например, и играет, и ему это интересно, и что это уже, как бы, что, он уже инвалид, как бы, да, ментальный, или что, ты понимаешь, что, как бы, вот время уходит, и он там через, ну, какой-то отрезок времени уже, как бы, короче, волнуешься, но об этом, наверное, родители, на самом деле, не знают, и не думают, которые сейчас, например, принимают решение о рождении детей, что там будет через, представляете, этого ничего не было 16 лет назад, ну, в такой степени, да, то есть первый iPhone появился в 2007 году, я напомню, то есть вот эта революция смартфонов, когда они появились и стали так вот доступны, широко потребимы, в общем, интересно, я завершаю этот, этот пересказ этой статьи, как мы пришли, да, к такому, ну, они, американцы, там, с бугром, это не про нас, у нас все нормально. Да нет, у нас, в принципе, те же самые процессы идут иногда с запаздыванием во времени, иногда с опережением. Так интересно, что они обратили внимание, что вот, да, вот мы констатируем, что вот то, как было уже не совсем получается, и не совсем у всех, но ковид и ковидное ограничение, вот этот вот карантин, который заставил людей остаться дома, находиться вместе, там, долгое время в ограниченном пространстве, с ограниченным кругом люди общаться, он, ну, по мнению авторов статьи, показал, ну, может быть, исследования какие-то были, что люди, ну, люди почувствовали одиночество свое, свою разобщенность, и у них появился настрой на объединиться, обратное движение, вот, но, да, и там привели в пример, ну, я уж не знаю, это такая журналистская, знаете, может быть, такая журналистская, такой приемчик, мол, узнаешь, где что-то происходит, да, какое-то явление заметил, и описал его так, как будто бы это может стать трендом, хотя это всего единичный какой-то случай, и совершенно не обязательно это так все будет у всех, но там привели в пример мамунс, в кавычках, на английском языке, это от двух слов, коммуна и мама, и привели в пример статью предыдущую, там, типа, три месяца назад опубликовали историю двух женщин, двух мам, которые, одна из которых, одна женщина купила дом, у нее самой трое детей, а дом огромный, который она смогла купить, ну, там где-то далеко, вот, и она его купила, и в качестве, в общем, компаньона, она другую маму, многодетную тоже, которая с тремя детьми, но они там, в результате оказались там, без своих этих, отцов этих детей, по всяким причинам, и они стали жить вместе, потому что это очень удобно, коммунно, из мам, да, потому что, ну, это как детский сад такой, перманентный, дети друг друга развлекают, сами всем известно, родителям, что когда много детей, это очень удобно, дети не требуют внимания, более того, они там отвлекаются от гаджетов, от своих, ну, у них более здоровое, как бы, взаимодействие происходит, вот, ну, и вы все равно готовите еду, там, готовите еду по очереди, то есть снимается часть нагрузки, да, какая-то, ну, в общем, это удобно, но у меня был такой опыт, мы отдыхать так ездили, я вот могу себе представить, как, вот, там, одна мама с четырьмя детьми, я была с тремя детьми, и как вот это вот, действительно проще, чем ехать мне просто одной из тремя детьми куда-то, да, абсолютно, и это надежнее, потому что если у кого-то что-то случится, в общем, есть перестраховка, в общем, они привели в пример потом еще пары, которые организуют, они не романтические, они просто находят друг друга, и усыновляют детей, и воспитывают вместе, как мама с папой, такое явление тоже есть там, вот, и там есть даже какая-то, чуть ли там не, ну, как сказать, специальный фильтр в приложениях для знакомства, или что-то такое, что вот ты хочешь создать семью, но тебе не обязательно для этого там искать вот уже такого романтического партнера, потому что это очень сложно, может не получиться, но если вы просто договариваетесь, что, ну, вот вы... Чего бы не родить детей и вместе не воспитать? Ну, вот это как бы, видимо, такой, там, ну, не обязательно, а вдруг не получится, там, это химия, феромоны, все, если это не работает уже или не срабатывает, а воспитать, вот ты готов уже, так вот время свое посвящать, ну, вот тоже то самое, что отпугивает других людей, это вот такая форма. Лен Фландау как-то высказался, что семья – это кооператив по воспитанию детей. Ну, вот, кооператив что-то на меня вдохнуло таким, да-да, кооператив. Ну, кооперация совместная. Похоже, расчету. Похоже, нет, совместная работа, нет, кооперация, да, так и есть, нет, так и есть, на самом деле, партнерство – это правильное слово для всего этого. И вот, а завершилось на том, что, возможно, нас ждут какие-то, а, ну, и еще завершили они совсем тем, что есть еще какие-то поселения единомышленников, мол, к идее стали возвращаться деревень таких, вот, жить деревнями, вот так вот, чтобы все друг другу помогали, чтобы было комьюнити, чуть больше, чем, более сплоченное, чем, вот, как сейчас. А как это вписывается в современную индустриальную действительность? Никак. Никак. Потому что вся индустрия и индустрии где-то в Китае, они, значит, те, кто офисный планктон, который теперь, благодаря опыту в пандемии, может работать из дома, да? Это, да, кстати, ну, про это там даже не писали, но это, конечно, отдельное очень большое достижение, которое появилось у человечества, что часть работы можно выполнять не... Да, этот вот опыт, он, конечно, много чего принес тогда, да, вот этот опыт. Пандемия замечательный толчок дала в развитию. Я вижу ваше старое видео, вы там еще куда-то ездили, что-то там свет ставили, что-то... Ну, там, да, видите, что еще? Вот, лично для меня, конечно, пандемия, связанная с ней вот это вот самообслуживанием, видео самообслуживанием, она нанесла огромный моральный ущерб мне, потому что, если ли я раньше себя вот не видел постоянно, да, ну, когда в зеркало, когда мне смотреться, что я, барышня в зеркало смотреться, я себя видел очень редко. Обычно у меня была такая, так сказать, шоковая ситуация, когда я был в каком-нибудь музее и пытался разглядеть картину близко, а картина была закрыта стеклом, а я пытался разглядеть вот эти трехи, и видел свое отражение, ужас какой, да, а сейчас я вот, когда, я постоянно себя вижу, я признаю, что я старик, раньше это был, я, ну, в принципе, я старался понравиться взрослым людям, я себя по-прежнему считал молодым человеком, вообще-то говоря, не то, что там с девушками заигрывать, ну, что вы, я приличный молодой человек, а чтобы понравиться, вот он такой вот взрослый, а я хочу ему понравиться, что я такой вот замечательный, а человек какой-то взрослый, замечательный, старый, да нет, да ладно, ля-ля-ля-то, конечно, старый, что вы говорите, вы не сильно, я не знаю, что вы там, вы не сильно так уж прям менялись, внешне я очень такой выгляжу очень, для меня это шок, я-то себя чувствовал молодым, зайчиком, понимаете, попрыгайчиком, а оказывается, я не зайчик, я совсем не зайчик и не лисенок, а что такое, вот какой-то и другое совсем существо, понимаете, вот мне как-то нравится от меня уже, я как-то об этом не думала совсем, а? Я как-то вот об этом не думала совсем, что вот это необходимость. У вас еще нет такого эффекта, вы, во-первых, себя привыкли видеть со стороны, наверное, потому что вы всегда что-то там... Нет, 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 на самом деле, ну, я смотрюсь, нет, видимо, у меня нет такого эффекта, потому что я-то барышня, я как раз смотрюсь в зеркало, и я как раз вижу, изменения я фиксирую. Неожиданная, неожиданная. Все, я уже, да, действительно, есть такое. Я не приглядывался. Ты себя со стороны мыслишь еще вот в какой-то... Не, ну, это ладно, мы отошли в сторону от главной темы, что действительно вот эта вот возможность работать из дома может превратить мир вот такой в деревенский мир. То есть ты... Да, да, Хоть ты на десятом этаже сидишь, хоть в деревне у себя, связь есть, все, ты работаешь. Очевидно, что, да, жизнь на природе там и вообще в более дешевых, ну, опять, если экономически взять параметры, в более дешевых местах зачем жить где-то, да, рядом с офисом, если ты можешь в малый город какой-то переехать, где есть сетевые магазины. А вопросы со снабжением, если мы считаем, что они решены хотя бы со снабжением, ну, есть еще вопросы там с медицинской, с медицинской доступностью, но это уже как бы десятое дело. Да, но об этом вспоминаю в последний момент. Ну, нет, можно прописку там себе где-нибудь, ну, если про российскую действительность говорить, там сделать, в хорошем, большом городе, там где-нибудь, а жить-то, ну, действительно можно где угодно, в природе, где-то в красоте, да, в горах, у озера, где хочешь, и работать. Вот, поэтому вот эта вот идея, я не знаю, как она реализуется, вот, но идея была закинута, заброшена такая удочка, что, может быть, люди придут от нуклеарных семей к, вот, к коммунам каким-то, может быть, не к семьям, корпорациям, обратно, как было, потому что уже, как было, ничего, скорее всего, не будет, это невозможно. Нет, такая корпорация, много-много мужчин, много-много женщин, заодно в рамках этой корпорации могут и браки, так сказать, плавно перетекать, изменяться, как это называть, серийная полигамия, да, серийная моногамия, вот, сейчас считают, что современный брак, это серийная моногамия, да, то прожили одни, потом другие, серийная моногамия. Да, 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 но это еще, даже давнишнее, мне кажется, что еще, когда я была маленькая, это уже было в порядке вещей. Да, 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 это постепенно, да, это все уже, да, это уже давно это делается, это уже вошло в путь. 90% людей имели там за плечами, имели второй какой-то брак. Ну, обычно в то время еще вот этот прежний брак, он воспринимался как ошибка. Да, да, а это неправильно. Пожили-пожили, теперь вот так поживем, да, ну, лучше, как говорил один бухгалтер, лучше хоть ситцевое платье, но новое. Вот он так говорил. Господи Иисусе. Ситцевое платье, но новое. Вот так он говорил. Ой. Господи Иисусе. Ну, это старый бухгалтер, 30-е годы еще, 1930-е годы. Это 30-е годы. Я тут вычитала, что Познеру Владимиру Владимировичу 1 апреля 90 лет исполнилось. Он 34-го года рождения, оказывается. Я тут так, я знала, что он, ну, что он такой возрастной человек, но я как-то так, точный возраст не помнила его на памяти, тут вот увидела. Ну, да, в общем, а про рождаемость, да, но как бы поможет ли это с депопуляцией не очень понятно, но и как бы мне на самом деле не до конца понятно. Вот мне там в телеграм-канале в моем комментариях кто-то написал, я перевод в статьи выкладывала, и кто-то пишет, да, человечество живучее, тапком не добьешь, что там беспокоиться, ну, ну, снизится население там в мире, количество, ну, и что, мол, даже, ну, и не такое бывало, да, там батлнек, когда-то человечество прошло, но я не знаю, вот хотелось бы, может, вы как-то у вас есть какое-то представление или экономическое, вот если сокращается количество людей, население, возьмем страну какую-нибудь, А, да, с населением Х, и вот выясняется, что население начинает сокращаться, и вот для экономики, страны, учитывая прогресс технический, вот, который, да, идет, на самом деле, за что, за что борются все эти правительства, да, они хотят поднять рождаемость, для чего, чтобы что, объяснять, чтобы заселить территорию, на самом деле, потому, почему, ну, вот, кстати, я вспомнил, сто лет США, когда было, в 77-м, по-моему, году, тогда, вот, журнале Америка, был такой журнал, по обмену, Soviet Life у них распространялся, у нас Америка, и вот, там была большая статья Айзека Азимова, фантаст такой известный, уроженец где-то Смоленской губернии, кстати говоря, так вот, была большая статья Исаака Азимова, о, значит, будущем США, там, через сто лет, по-моему, что-то такое, значит, в США там, ну, естественно, все прекрасно, удивительно, но самое главное, население там сократилось, чуть ли не вдвое, вот, потому что не надо большого населения, вот, но другой вопрос, да, вот у него такой был прогноз, я сейчас не помню, детали, но смысл таков, вот, на самом, почему сейчас стремятся, чем-то, кем-то заселить территорию, потому что в других-то местах не происходит депопуляции, в других местах, и люди испытывают нехватку предметов, ну, воды не хватает, это не только приложение сил, не хватает, нету, 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 нет куда приложить себя, да, нету земли достаточной, нету там, мест для работы, да, перенаселена, значит, экология слишком сильно нагружена, да, человек слишком перегрузил вокруг себя весь мир, вот такого рода вещи, и, в принципе, да, но скажут, вот у тебя земли много, а чего, зачем она тебе, давай, я лучше вместо тебя тут буду жить, вот как быть-то. то есть завоеваний боятся, по большому счету? Это не то, что завоевания, кто прям как с войной придут, а, ну, рабочая сила-то нужна, заселение, вот по Москве ты идешь, в общем-то говоря, женщин без платочка, ты уже почти не видишь, женщины в платочке с детьми, вот, такие в основном женщины-то идут, это, конечно, высоконравственно, высокоморально, но они уже в Макдональдсе, как это предназначено, вкусная точка, они уже с продавцами разговаривают, не на русском языке, у них есть свой язык, они на нем говорят, с тобой-то там продавец поговорит по-русски, естественно, они тут долго и внимательно объясняют, что есть и как на этом самом, на своем языке, вот, то есть происходит замещение населения, происходит активное замещение, причем замещение не только, так сказать, физически, не только генетически, да, но и к культурному отношению, там совсем другая культура, совсем другие интересы, и это как раз новое начало, понимаете, это опять, им еще предстоит это пройти, им еще предстоит, вот, недавно посмотрел фильм, этот самый, Гюна, это, конечно, целая, целая культура, там, целые, так сказать, фанаты этого произведения, я с ним совершенно не знаком, только по фильму, и там 10 тысяч какой-то год пройдет, то есть это черти когда, но интересно то, что, в общем-то, общество все там достаточно архаичны, достаточно архаичны, и, в принципе, отношения там очень архаичны между людьми, у них и власть очень какая-то такая, допотопная, какие-то там князья, да, ну, вообще совершенно вот, не видеться это как развитие в будущее чего-то, а это на самом деле видеться как новая ступенька, да, была старая ступенька и жила себе, а пришли новые люди, вышли из джунглей, а они обсвоили все это дело, но у них техника новая, а люди-то моральные отношения старые, из джунглей, классические, как это называется-то, традиционные отношения, традиционные ценности, вот оно в чем дело-то, то есть чтобы блюсти традиционные ценности, надо просто менять личный состав, а он сам будет вымирать, не надо никакие, там бы товарищи там придумали всякие там геноциды, ничего это не нужно, сами вымрут, сами вымрут, просто спешили, это в свое время пытался Гитлеру объяснить его коллега Борман, что не нужно никаких концлагерей с газовыми камерами, ты им только объясни, раздаем противоосвязочные средства, реши делать аборты, они сами вымрут, что ты говоришь, зачем-то, и не надо им ничего их учить, раздаем гаджеты, но он про гаджеты не говорил, и они сами будут в эти гаджеты копаться, они ничего учиться не будут, правда гаджетов-то не было, были бы гаджеты, не было бы газовых камер, я вас уверяю, решили бы вопрос с помощью гаджетов, а гаджеты не давали бы, вот такой у них был подход. Ну вот, тоже публикация была на прошлой неделе этому посвященная, но я что-то не стала ее, потому что я не стала ее приводить, потому что я посмотрела там, все-таки это такой был манифест, такой, ну, ахи и охи по поводу текущей ситуации без, ну, как-то очевидные вещи, в общем, ничего нового там я не увидела в этой статье, поэтому я решила ее не представлять местной публике. А как кнопочку поставить-то вот можно было, однако вы не стали кнопку нажимать, да? А какую кнопку? Вы сказали, что перевести, это кнопочку нажать. Да, нет, ну, а что, просто я посмотрела, у нас же интересный какой-то с эффектом научной новизны, как в вашем мире принято говорить, а тут я ее не увидела, то есть там просто был такой послушный. Так это и в вашем мире надо, чтобы кто-то новый был. Сенсейшн, это вообще шок. Да, да, нужна, ну, нужна какая-то новая идея, а то, что старая, то есть пустого в порожнее, то есть, да, плохо, что делать непонятно, то есть ребенку как бы не хочется, ну, не всегда хочется учить. Все прогнило, все прогнило. Ну, не все, на самом деле не все, но... Это такой разговор двух интеллигентов в советское время, я тогда слышал, да, все прогнило. Давно не слышали. Мы сейчас с вами воспроизводим, разведем на другую тему. в общем, она, там это, автор она писала, что китайцы поняли раньше нас, и вот год назад они ограничили количество гаджетов двумя часами в неделю. А как это сделать физически? О, в Китае это не проблема. Сам отключается, что ли? Там не гаджет, там обязала КПК это, значит, отрубать аккаунтом, вот у тебя есть аккаунт в игре, это ты заходишь, а он там видит, игра видит, сколько ты там находишься, ты сильно много находишься. Я понял, 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 я думал вообще, вот нашел ты почту проек, бац, отрубили, все, до завтра ты без почты. Это не рабочая, видите, это, кстати, я точно знаю, что это не рабочая схема, я пыталась так делать, ничего не получается, то есть тебе приходится возвращать это все, чтобы человек не, ну, как сказать, чтобы он был включен в процесс, тут же и хорошего много, понимаете, это все в одном же, это как... Не, но если речь идет там об игровых гаджетах, то партия решила. Ну, да, нет, там про игры они обязали, и, ну, уж, я не знаю, может быть, они, там же эта система, намного, они же строили свою вот эту систему, она намного более подчинена, подчинена внутренним этим законам, и вычат, и так далее, то есть там, наверное, интегрально как-то можно, это, еще баллы там, может, те социальные, там какие-нибудь, я не знаю, с какого возраста они там это ввели, эти все, что ты плохо, много играешь, тебе минус там, три балла, вот. В общем, и ставился вопрос, что не пора ли нам там в Европе, по-моему, это в Гардиане была, в английской газете, эта статья, что, мол, китайцы уже вот до нас это делают, а мы вот что-то сопли жуем, и не это самое, не запрещаем, вот, посмотрела я на эту статью и закрыла, думаю, да, не пора ли, вот, но... Это вообще-то действительно не пора ли, потому что в старое время человек инициирован был для деятельности, ну, необходимостью, потребностью, и, в общем-то говоря, помните, были времена, когда люди работали большую часть времени, проводили, занимались, что крестьянин, да, с утра до вечера, что, значит, рабочие на фабрике, это легендарный там 18-часовой рабочий день, что-то, конечно, выглядит, как легенда, вот, ну, а сейчас-то этого нет, сейчас очень много свободного времени, ведь это, понимаете, как, сейчас потребление сдвинулось из области, вот, чего-нибудь съесть и надеть на себя, на купить некую интеллектуальную ценность, да, контент, понимаете, вот это что-то, контент, да, даже не книга в бумажном виде, а контент, да, да, вот, вот это вот, и для этого нужно свободное время, чтобы это потреблять, понимаете, надо освободить его, да, если человек, значит, интересует экономику, как потребитель, ну, значит, понятно, у него должны быть деньги, чтобы потреблять, а это время, чтобы потреблять, должно быть, понимаете, какая штука, да, да, это, вот, кстати, это то, о чем стоит задуматься, я вот могу просто книгу купить, поставить на полку, я счастлив, я купил книгу, да, я уже счастлив, но мне тоже вы должны время выделить, чтобы эту книжку, привезти кота с улицы, покормить, все, я счастлив, дальше живи кот сам, тут у меня, я тебя покормил, все, у меня еще один кот, я счастлив, мне хорошо, я уже, я уже стал дополнительным потребителем кошачьего корма, уже, уже для бизнеса это хорошо, лишний кот завелся, его надо кормить, да, это быстро, покормил и все, дальше беги, а раньше как котов кормили, кстати, да, раньше варили их, да, варили для них все, кормили, потом из зубов вынимали у них эти рыбьи кости, ахахаха, пинцетом, бум, это у меня целое дело было, сейчас-то кота просто мешочек все, и побежал дальше, и мешочек дорого стоит, это вам не дешевые рыбы, которые-то сварили там, и покормили его, а это вот мешочек, денег стоит, то есть бизнес, ничего личного, да, ну вот, да, ну, на прошлой неделе в Америке, вы знаете, во Флориде, еще в одном штате, запретили, соцсети детям, вести до 14 лет, вот нововведение, вести, да, то есть я не знаю, как они на деле будут реализовывать, ну, насколько там серьезно настроены, то есть это вот подписали закон на этой неделе, а там по факту, получается, надо вычистить аккаунты детей, которые младше, которые проживают на территории этого штата конкретно, там, а как они определяют, что на территории этого штата живет? Ну, это я вот не знаю, как они там, хотя по привязке, да, можно, конечно, определить, ну, вообще по почте, по почтовому адресу, я так понимаю, по IP-адресу этому самому так зовут, этот индекс почтовый там очень большую роль играет, и там и в школу по этому признал. А почему запретили им вести? Это же, ну, хорошо. А ну, чтобы вот время не отнимало. Оно уже там... Вы понимаете, ведь введение вот этих самых аккаунтов, это же бизнес в известном смысле. Для кого? Для того, кто ведет этот аккаунт, он продает что-то через него. Но это, это же пирамида. Выбирает какую-то информацию перед него, которую он в своей работе использует, например. Для взрослого, зрелого человека. А для него тоже, у них же сколько нам рассказывают, как он, значит, в 10 лет сделал свой первый миллион. Это, опять же, это пирамида, это единицы сделали миллион, там, и Илон Маск, понимаете, игру свою написал в 12 лет, и кому-то там продал. Это написано где-то на страничке Википедии. Можно сколько угодно это рассказывать детям, которые себе одной игры не продали. Я занимался каким-то промыслом работы. Я помню, в каком классе я учился, в классе в шестом, я уже где-то старался заработать, да? Ну, да. Но когда не было никакого интернета, я плел, плел сетки, сети плел. Сети плели? Да, плел сетки, трик. Вот этим я занимался. В принципе, нормально. Нет, у меня тоже был позыв в детстве заработать денег. Мы с подружкой пошли, мы были в третьем классе, мы пошли в универсал, в соседний, там был ресторан, мы пошли в этот ресторан и сказали, что мы хотим работать. Официально. Нет, мы даже, ну, это еще времена такие были, там, 83, нет, 87 год, наверное, где-то, или 89. и этот управляющий на нас посмотрел и говорит, ну, я не знаю, он, видимо, хотел поддержать наш это, как сказать, наш этот порыв, да, и он сказал, что, ну, можете, можете бутылки со столов убирать, бутылки еще сдавали тогда, ну, еще там кефир было, или зато бутылки от шампанского, от алкоголя бутылки можете со столов собирать. Он, наверное, думал, что, типа, мы можем собирать и сдавать, потом идти, поэтому оттуда уже деньги. и, ну, а мы радостно согласились и говорим, хорошо, когда он говорит, ну, не знаю, ну, как. Когда за зарплаты приходят. За зарплаты, да. И мы вечером, я помню так этот момент, когда я вечером стою в прихожей, значит, в панельном доме в нашей двухкомнатной этой квартире сорока метровой, я надеваю сапоги, натягиваю, и мама говорит, ты куда? А я говорю, на работу. Она говорит, какую-то такую работу. Там восемь вечера на часах. Я говорю, куда-куда? Я говорю, в ресторане бутылки буду собирать. В общем, меня, я помню, скандал такой, я же с подружкой еще должна была встретиться, мы вместе должны были идти. Меня никуда не пустили, я помню, очень сильно обиделась, в общем, ну, что меня как бы, меня лишают свободной, независимой жизни. Вот, но это как бы смешно, но я, но, но к вопросу о том, что дети, когда ведут социальные сети, мне неизвестны случаи, когда дети действительно делали какой-то бизнес. Я знаю, когда родители могут делать бизнес при помощи детей, введя какие-то блоги. Но я вам скажу так, что с 14 лет в мое советское время мы могли уже работать. По-моему, у нас 4 часа должен был продолжаться день, когда постарше там 6 часов, а вот до 14 лет мне приходилось работать нелегально. Я оформлял вместо себя бабушку свою, Екатерину Николаевну. И сети пели. Да, сети плел, да, плел сети. Да, но чисто бабушка получает деньги, она работала. Она 88-го года рождения, 1800, ну, вот видите, какой активный. Когда я был инженегром, я, значит, подрабатывал в институте преподавателем, да, а там были ограничения, что-то не больше 200 с чем-то часов в год можно было отработать инженегру. Неужели тоже бабушку записали? Нет, я не записывал ни бабушку, бабушка тогда мое уже царствие небесное была на том свете. Я записывал своих сослуживцев, у которых уже были дети. Сослуживцы, у которых были дети, они не платили налог на бездетность. Он достаточно большой был, тогда процентов 12, что ли, что-то в этом роде, или 8, ну, какой-то большой был процент. Я, короче, на них закрывал эти наряды, то есть не наряд, а как закрывал, сколько там платить, как я там договаривался со всеми, да, вот, и, значит, они приходили, я старался так, чтобы компактненько, да, что вот они в этот месяц там 200 часов, этот, другой 200 часов, ну, короче, они приходили, получали деньги, говорят, как мне отдавать, а я им, значит, даю, как я всегда говорил, вот вам, значит, так сказать, портрет вождя, да, какая-нибудь купюра с Лениным там, ну, как раз, это все нормально было, потому что это вот, они же не платили налог на бездетность, они же были, ну, да, да, вот, а я им этот налог на бездетность возвращал, может, даже с плюсом каким, я не помню, ну, в общем, все это было вполне разумно, вот так вот, вот так вот приходилось крутиться, да, вам и коррупционные, да, сплошные, да, сплошные, коррупции это не назовешь, но сплошные нарушения, сплошные нарушения законов, без этого нельзя было, у нас такой был порядок, что жить, не нарушая закон, было невозможно, ну, посмотрим, как дальше дела пойдут во Флориде у подростков без социальных сетей, ну, это же жестко, там до скольки лет им нельзя ввести, до 14 нельзя, ну, может, как у нас, да, как у нас, они будут оформлять на бабушку Екатерину Николаевну, если у них есть. Ну, вообще, это все так относительно, там эти номера телефонов, они все детские, например, номера, они на мне записаны, естественно, потому что без паспорта меня оформляют, а паспорт только у меня, и они все уходят, и у меня 10 номеров, и все, когда они там, когда они будут уже не мои, непонятно, поэтому это тоже такое, вот, спасибо вам большое за то, что вы слушали такой рассказ, вот. Интересный рассказ, это спасибо вам, что вы его рассказали, что у меня есть теперь, что продавать людям, вот вы фактически, вот вроде тех вот, моих сослуживцев, которые вот, а вы еще работали, те-то хоть не работали, только деньги получали, а вы-то еще работали. Да, и деньги не получают. И деньги не получают. Ну, нет, на самом деле, я вот приглашаю на бусте, если кому интересно, по крайней мере, ну, у меня есть додор. Вы ссылочку мне прямо сейчас пришлите, да, я это делаю. Сейчас пришлите, я вам там ее размещу. Да, там много других каких-то, да, может быть, статей, может быть, вам тоже будет любопытно. Я день в день стараюсь выкладывать, то есть, я не, то есть, даже вчерашнюю публикацию я, как бы, не выкладываю сегодня. Сегодня только сегодняшние статьи, в этом соль. Вчерашние только вчера, ну да. А вчерашние только вчера, а позавчерашние позавчера. Вот. Был у нас такой журнал за рубежом? Ну, конечно, конечно, я обожала этот за рубежом, я его выписывать просила ради. На газетной бумаге такой был. да. Очень интересно было, что там иногда, а я его много, несколько лет читал, по прошествии некоторое время, там появлялись статьи уже, которые были. О, Боже. Несколько раз одни и те же статьи. У меня такого не бывает. А там было про советское кино, например, была статья. Прошло два года, еще раз. А там, наверное, когда место, может быть, нечем было занять, они брали. Ну, может, хорошая статья, просто решили еще раз. Ну, все же забыли. Знаете, есть видеозаконы, видеожанра якобы современного, что раз в полгода публике можно рассказывать по видео одно и то же, придет новая аудитория, о которой еще не слышала. Да, 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 у меня вот такая есть проблема. Я стараюсь не рассказывать то, что я уже рассказывал, по физике, по всякой. Но эти вопросы постоянно валом валят и в пор хоть заново начинать все самое начало. Ну, с публикой-то обновляется. Что мы будем, как журнал за рубежом. Да, будем, как журнал за рубежом. Да, за рубежом. Такие дела. Хороший был журнал, на газетной бумаге, такой классный был. А там много интересного. Толстый был. А он еженедельник был, по-моему. Ну, вот я сейчас уже это не вспомню. Я вот сейчас думаю, его толстота не могла бы, мне кажется, все-таки может раз в месяц. Нет, наверняка сейчас в интернете лежит. Только он прошит был. Как газета неделя, только он был прошит. Наверняка лежит в интернете PDF. Пойду, поностальгирую сейчас, полистаю. Поностальгируйте, поностальгируйте. Так, хорошо. Выключаем запись, машем руками. выключаем запись. мы разберем запись, мы перерем все.